В день вербного воскресенья Ахтубинцы приняли участие в божественной литургии в Кафедральном соборе Владимирской иконы Божьей Матери, а после совершили крестный ход по территории храма. В этот день на территории храма отметили и еще одно событие. Карта вещания Радио Вера насчитывает 70 городов России и ближнего зарубежья. Теперь и Ахтубинцы в числе его слушателей. Поддержать запуск проекта от имени губернатора прибыл руководитель областной администрации Павел Паутов. Также на церемонии присутствовали руководители местной власти и региональный директор Радио Вера Денис Маханько. Очень приятно, оказавшись здесь, поздравить с праздником, с вербным воскресеньем. И очень символично, что в этот день в город Ахтубинск, такой прекрасный, светлый, солнечный город, входит и светлое радио. Недаром оно называется светлым, потому что оно рассказывает о хорошем. Конечно, Господь вел инициаторов этого проекта вот по этому пути, чтобы это произошло, чтобы это произошло сегодня, в этот замечательный день входа Господня в Иерусалим. В этот день Радио Вера вошла в ваши дома. И пусть вместе с Радио Вера, Вера войдет и в дома, и в души Ахтубинцев. Об этом я мечтал очень давно, не просто мечтал, а молился. И в милости Божьей все случилось. Я хочу поблагодарить, он, к сожалению, не смог сегодня быть, Алексей Ивашенко, есть такой у нас Ахтубинец, который, в общем-то, много лет вот эту чистоту 99,1 поддерживал практически таким на собственном энтузиазме. И благодаря вот ему сегодня мы вот так быстро, как Петрович сказал, в том числе смогли реализовать это начинание. Первые приемники с настроенной частотой 99,1 FM получили победители викторины, которая была проведена среди Ахтубинцев, пришедших на праздник, состоявшийся на территории храма Владимирской иконы Божьей Матери. Ну а для тех, кто хотел бы слушать светлое радио, но не может приобрести радиоприемник, объявлена акция «Радио в каждый дом». Мы хотим, чтобы радио было доступным, к сожалению, сегодня вот не у всех есть радиоприемники дома, как ни странно, возможно, может показаться, и поэтому мы решили покупать непростые радиоприемники, ну мы так посмотрели, самый простой из них стоит около тысячи рублей, и дарить вот тем, кто не может его приобрести, у кого его нет. Поэтому всех, кто есть возможность, мы призываем пожертвовать эту сумму, или кто сколько может, в общем-то, и на эти средства мы будем покупать радиоприемники и сдавать. «Радиовера» – проект инициативной группы православных мирян, заручившихся благословением Русской Православной Церкви. Новая радиостанция рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах православной веры. Теперь все желающие ахтубинцы могут настроиться на нужную чистоту и стать частью «Радиовера». В эфире только светлая музыка, а среди программ – рассказы о любви, славных страницах истории, о детях и самых обычных жизненных радостях. Планируется, что ахтубинская версия «Радиовера» будет вещать о местных новостях, рассказывать о людях, живущих на ахтубинской земле. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ